Адвокат Аурелио Каленко подал исковое заявление в столичную апелляционную палату, требуя отменить приказ Национального бюро статистики о проведении всеобщей переписи населения. Он оспорил судя приказ, изданный НБС 11 марта текущего года. По словам адвоката, некоторые вопросы в вопросных листах переписи затрагивают частную жизнь и нарушают права и свободы граждан. Национальное бюро статистики пока не прокомментировало это заявление. Аурелио Каленко заявил Пятому каналу, что приказ Национального бюро статистики от 11 марта текущего года об утверждении опросных листов для отбора данных в ходе переписи населения и жилищного фонда является незаконным по ряду причин. Утвержденные вопросы выходят за рамки контрольной даты переписи полночь 8 апреля 2024 года. Утвержденные вопросы создают чрезмерную нагрузку на респондентов, поскольку охватывают часть информации, которую можно получить и из других государственных источников информации. Это представляет собой ненужное вторжение в частную жизнь, несущих ответственность лиц, которые должны отвечать на эти вопросы. По словам Аурелио Каленко, целью переписи должен быть сбор, анализ и распространение данных о демографической, экономической и социальной ситуации, сложившейся по состоянию на 8 апреля 2024 года. Как заявил адвокат, многие аспекты, включенные в вопросник, можно было получить с помощью административных источников, не обременяя респондентов излишней нагрузкой. Я считаю этот приказ незаконным. Мы считаем, что он должен быть отменен, но учитывая реалии, в которых мы находимся, когда судебные инстанции подчинены власти, посмотрим, каким будет результат. Мы обратились в Национальное бюро статистики с просьбой прокомментировать заявление адвоката Аурелио Каленко, однако ответа на запросы не получили. Напомним, что всеобщая перепись населения и жилищного фонда, которая обойдется госбюджету в 329 миллионов леев, стартовала 8 апреля. До 7 июля данные для переписи будут собирать 4000 переписчиков. Для этих целей Евросоюз и фонд ООН в области народонаселения передали в дар Молдове 3000 электронных планшетов стоимостью 800 тысяч евро, оснащенных приложениями для сбора данных. Как заявили в бюро статистики, переписчики посетят дома для всех граждан, зададут им вопросы, внесенные в вопросники и введут данные в планшеты. Среди вопросов, включенных в вопросные листы, есть те, что касаются этнической и религиозной принадлежности, разговорного языка, уровня образования, места работы, данные о родителях, а также контактный номер телефона. Вопросники сведения о жилье у граждан спрашивают о системе водоснабжения и канализации их жилья, типе отопления, площади жилья, количестве комнат, строительных материалов, из которых сделан дом, а также, как часто человек проводит в нем время. Участие в переписи является обязательным, а предоставленные данные являются конфиденциальными и защищены законом. Собранная информация будет использована для определения потребностей граждан, установления общей картины условий, в которых они живут, а также, что необходимо изменить для экономического и социального развития страны. Гражданам, которые откажутся участвовать во всеобщей переписи населения или предоставят недостоверную информацию, грозит штраф до 2500 леев. Это предусмотрено в Кодексе о правонарушениях, который обязывает предоставить данные для статистических целей. Директор Национального бюро статистики Олег Карра заявил, что каждое домохозяйство получит до пяти уведомлений об обязанности предоставить сведения в ходе переписи населения и жилого фонда 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok